Всем привет, дорогие друзья, с вами Ники Цумара... А, хотя нет... Чё это? Доброе утро, сейчас 7 часов утра, и ночное время наконец-то окончено! Время вставать и свихкать! Готовьтесь встретить ещё один прекрасный день! Какой же он, однако, странный... А, да. Ладно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ники Цумара Кайт, и я продолжаю проходить Dungeon Amphal, новеллу, и я остановился, ну, собственно, вы смотрите сейчас четвёртую серию. Это ещё продолжается глава вторая. Итак, там приснёсся сон про странный, про ткани, и про тот, что какой-то там человек для выступления не сшил специально костюмы, поэтому завтра выступление, и этот сон как бы... Я не знаю, он будет связан или нет с игрой, но посмотрим дальше. Итак, Витя, какой же, однако, странный мне приснёсся сон. Да какая разница? Ну, какая разница, надо идти позавтракать. Всё, всё, а... Завтра как по расписанию? Я приоткрыл дверь и... Ну, одеться в этот раз-то было бы осторожнее обычного. Правда? Я не врезался? Да, я вижу, ты следуешь моим советом, а теперь идём завтракать. Я бы тебе, знаешь, что сказал девочка, как я в второй серии сказал. Совсем уже оборзела. Не поверив своему счастью, я пошёл в столовую. Привет, Витя, как дела? Как спалось? Сегодня я готовил завтрак. Надеюсь, тебе понравится. Привет. Ура! Сегодня будет вкусная еда. Наверное. Я себя за стол и принялся за завтрак. Сегодня на завтраке были блины с джемом. Ранки и вкусный. Вау. Ням-ням. Я долго думал и решил устроить сегодня вечером дискотеку. Опа-на. Приглашены будут все. Хм. Отличная идея. Давайте, звучит интересно. Мне кажется, кто-то из нас отсутствует. Путин так смотрит. А именно... Хэван. Да, кстати. Интересно будет, она умерла или нет. Я навестил её минут 10 назад. А нет, вот она. Я уже здесь. Нет причин обсуждать моё исчезновение. Всем доброго утра. Ну зачем же так нас пугать? Мы думали, тебя убили. Было бы неплохо. Ха-ха! Смерть буржоем! Смерть буржоем! Ладно. Можете за меня не беспокоиться. Могут быть случаи, когда я не приду на завтрак по личным причинам. Прошу прощения за познание. Хэван села за свободный стул и приступила к еде, которую услугиво препонесла Александра. Блин, вот я, если честно, сейчас в голове своей как мультик представляю, если честно, типа, под эту музыку. Вот, интересно, кстати. Вот все едят, так едят, едят. Блин! Можно было по нимэ сделать, по данженамфу. Блин, тоже интересно было бы посмотреть, блин. О-о-о! Эй! О, кажется, монокому показался! А кто сегодня, кстати, дежурил? Ну, кажется, монокому показался ли? Я немного разочарован на вас, ребята. Я, по-другому, мотив, и вы даже никого не убили. Потому что это не будет работать на нас! Уходя отсюда! Ну, зачем же так агрессивно? Помните, вчера я говорил про ваши секреты. Так как пришло время их раскрыть! О-о-о! Надо сохраниться на всякий случай. Ну, там говорилось то, что... Так, вот так вот, пришло время их раскрыть. А, то бишь, как это выходит? Типа... Я расскажу секреты. Мотив это секреты. Ну, в тот раз, как сказал... Может, кто-то пришел, сказал, пошел. А вот секреты. Почему-то вы не убиваете. Я выдам вам секреты. За последние 24 часа я должен... А вот секреты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ага! Сакуэ, так же, как и Дио, способно на остановку времени. Должно. Ну? Эй! Я думаю, ты разглашаешь только один секрет. Матвей Иванович Храмов. Во время своей первой встречи с ученым-человеком убежал и назвал изобретателя дьяволом. Подождите. Во время своей первой встречи с ученым-человеком убежал и назвал изобретателя дьяволом. Ты этому кого-ну говоришь, медведь? Что бы я? Да никогда! Подождите. Во время своей первой встречи с ученым-человеком... Во время своей первой встречи с ученым-человеком убежал и назвал изобретателя дьяволом. О. Ты кому это говоришь, медведь? Что бы я? Да никогда! Хэлон планировала покушение на Ленина в целях предотвращения революции. Хэ-хэ-хэ-хэ. Хэ-хэ-хэ-хэ. Хэлон? И напоследок. Свинка Пеппа, я настоящий титул не абсолютно победительственных, а абсолютный театральный постановщик. Который все это время прятался внутри костюма. Что? Свинка Пеппа, которого мы знали, не настоящее? Да бред какой-то. Вот что будет, когда вы не хотите прислушаться к моему мотиву. Ну, убили бы кого-нибудь, или нормально было бы. Видите, ребята, что стряслось? Хо-хо-хо! И как мне будет с такого глаза всем смотреть? Хм, предлагай нам сначала разобраться с тем, кто же на самом деле такая свинка Пеппа. Хэ-хэ-хэ. Сын. Значит, мои обличия все-таки раскрыли? Необычайно. Просто необычайно. Что же, тогда пришло время показать вам настоящего меня. Мое настоящее имя? Бруно Еспасито! Хэ-хэ-хэ. Да ладно, а кто это такой? Бруно? Нет, не Бруно Деспасито. А Бруно Еспасито! А чем отличается Еспасито Деспасито? Ага. А Бруно Еспасито! Можно просто Бруно. Кто такой? Почему не показал себя раньше? Хэ-хэ. Разуманакума вам уже не сказал? Меня зовут Бруно Еспасито. Я абсолютный театральный постановщик. Мм. Это означает, что я еще и абсолютный актер, абсолютный костюмер, абсолютный писатель. Бруно, привет! Ну как-то... Я помню, есть Бруно, конечно, другой. Никто поймет, тот поймет. Ладно. Хотя насчет последнего не уверен. Как я уже говорил, зовут меня Бруно Еспасито. Да-да-да-да, я уже знаю. Вы поняли! Тебе не нужно продавить это 20 раз. Хэ-хэ. Понял-понял. В любом случае, можете полагаться на мою блестящую умосообразительность любого из судов. Мне настолько прекратится, что можете назвать меня Гарри Стю в этой истории. Понятно, еще один самовлюбленный. Вам всем надо к психиатру. Тебе следует перестать самохвальствовать. Тебе следует перестать самохвальству. И объяснить, почему ты такой долгоден притворяешься свиньей. Хе-хе. Странно звучит, кстати. О-хо! Таблмейкер этой истории. Дело тебе стоит знать, что я обладаю самой большой силой хамона из всех здесь присутствующих. Подождите. А. Дети, я стоит знать, что я обладаю самой большой силой хамона из всех присутствующих. Эй, если ты будешь протираться своим хамоном, то я могу принять твой вызов прямо сейчас. Если вам действительно интересно, я расскажу. Я сам хотел выйти из костюма, но у меня все не предоставляло шанса. А сейчас это получилось идеально. Так драматично, невычайно драматично. Я думаю, дело странное, но этот Бруно... Уж лучше бы это свинка Пепла. Хе-хе. Мне интересно было посмотреть на то, как долго вы не можете отличить костюм от настоящего существа. Конечно, некоторые уже начали предоставить всю комнату, пока у меня не побили, я хуже того. С этим с вами Бруно убежал обратно к себе в комнату. Вон, какой-то странный. Зачем он был все это время притворяться? И остальные секреты. Это все очень странно. Ладно, сейчас об этом думать не стоит. Так что насчет вечеринки. Надо что-то спросил. Несмотря на все странность этого завтрака, мы все равно пройдем дискотеку. Франить я нашла МП-3 плеера. Несколько пластинок с самой разной музыкой. Блин, слушайте, а вы там лает нас музыка? Ну ладно, посмотрим. В хранилище я нашел МП-3 плеер и несколько пластинок с самой разной музыкой. О, кстати, Витя, у меня есть идея. Давай ты сходишь в хранилище и возьмешь для меня бумагу. Зачем? Как зачем? Для декорации, конечно. Я пока пойду в классную комнату искать необходимые инструменты. Буду ждать тебя там. Не спела что-либо возразить, как Славя ушла. Ну, как Семен, да. Ладно, придется принести бумаги. Что мне еще остается делать? И отправимся на второй этаж в хранилище. Хранилище я встречусь с Сакурей. Привет, Витя. Ты что-то езжишь? Да, я ищу бумагу. Ха-ха-ха. Это как в моей новелле тоже там на одном моменте про бумагу, но я про другую еще-то вспомнил. Она должна быть на той полке, там несколько упаковок. Я подошел к полке и взял зеленую упаковку бумаги. Ты готовишься к вечеринке? Да, тот сорт, почему он мне принести кое-что. Тогда ясно. До встречи, надеюсь, хотите? Я донес бумагу по сну комнату на первом этаже. Так. Отечествен, ты пришел? Тогда приступ к созданию декораций. Несколько часов мы вылезали из бумаги и склеивали различные листы для вечеринки. Надеюсь, что все это мы делали не зря. Ну. Уф, это было тяжело. Что-то вспоминаю Доки-Доки Литрич Клаб. Может, оттуда надо потом спросить. Может, вдохновились из-за того момента. Уф, это было тяжело. Это точно. Ну и что, большая часть приготовления к вечеринке готова. А теперь и тем же обедать, претродившись, мы полностью этого заслуживаем. Все, как и говорил Александр, труд действительно нас объединяет. На это родиться не буду никогда. Ведь и ленивые, и к тому же лох. Настолько лох, что меня заставили безвыгодой для меня делать какие-то поделки. Я пришел на обед на удивление. Сегодня обедали все, кроме Бруны. Диу тоже. Я знаю про дискотеку. Я не предаю. Да и похуй, иди ты нахрен тогда. Так же, сказал бы Витя, да иди ты в задницу. Тогда. И драка бы началась, и продемонстрировали бы хамон. Так что, внезапно, как и пришел, Диу ушел. Я не опоздал? Мой ответ будет отрицательным. Ты не опоздал. Поэтому присаживайся и наслуживайся блюдом. В этот раз я ел суп с вермишелем, который, судя по всему, готовил Александр. Да не люблю его, наверное, мне кажется. Как-то же я не люблю это есть. После обеда решить тихонько стикать, чтобы меня не заставили понять еще какую-либо работу. А, а ты куда идешь? Я, да так, в комнату поспать иду. Может, тогда лучше вместе аниме посмотрим? А-а-а! Ты что, я... Да ладно тебе, раз уж это больше не секрет, я думаю, ты будешь непротив его посмотреть. Что правда, то правда, я сильный атаку, но я никогда этому никому не скажу. М-м-м. Спасибо за это, Монакуми. Я тоже люблю аниме смотреть, но мне надо побольше насмотреться, чтобы, так сказать, тянуться в коллектив анимешников. Хорошо, тогда давай посмотрим аниме. Ура! А какое? Идем же скорее. А какое аниме? Мы после классной комнаты начали смотреть какое-то аниме. Бокуно Пэка, как-то так оно называлось, я точно не помню. Но было весело. Было здорово. Давай завтра еще посмотрим несколько эпизодов. Ну, если не сдохнем. Окей, но сейчас нам уже пора на вечеринку. Тогда идем же скорее. Мы вышли из классной комнаты в коллектив и пошли в сторону спортзала. Так. А-а-а! Блин, интересно сделано, если честно, поставлено. И так все ровненько, вот-вот обновленный фон мне очень даже нравится. Мы дошли, то спросил еще хорошо обставленную комнату. А вот еще гости, значит, остались только Хэллен Дио и Александра. Привет, я принесла все основное. Александра принесла несколько бутылок колы и шампанского в пакете. Блин, я колы тебе захотел, да ё-моё, зачем вы мне напомнили? Праздник нам приходит. Я шампанское... Блин, вину я хочу. Где она все это нашла? А тебе не кажется, что нам еще рано пить шампанское? Ну, оно детское сейчас скажет. Да не бойся, оно детское. Да! Что-то мне подсказывает, что нет. Давай продегустирую. Славя, а где Бруно? Эх, Бруно. Он уже здесь, оказывается, он хороший. Просто он немного драматичный. Ну, все актеры, творческие личности такие. Сейчас, наверное, будет, да? Кто-то меня звал? Ну, не бойтесь. Я Бруно, ей спасти-то уже здесь. Надо зачекнуть клей, да, вообще такой. Вы знаете что-то важное, чего я не знаю? Нет, мы тебя даже не звали, просто упомянули. Да, ничего. Я верю, что через пару дней вы будете говорить про меня следующее. Мы позвали тебя в наш дом и в наше сердце. Ведь благодаря тебе мы уверовали в пути, обрели все ответы. Благодаря тебе, что... Что это вообще должно значить? Если бы вы застряли в образе свиньи долгое время, вы бы поняли, о чем я говорю. Ладно, это не так важно. Я лишь хотел сказать, что я необычайно рада встретиться со всеми вами. Так, всего вам хорошего. Если бы я знал про вечеринку еще вчера, подготовься бы к ней профессионально. Шил бы себе красивый костюм и был бы самым прекрасным среди нас всех. Ну, естественно, вас бы я тоже похвалил. Я отошел от замечавшего оборона... Э, замечтавшийся обороны пришел к остальным. Так. Оставшееся время мы еле пили и танцевали. Будете бухать, кстати? Какое интересное. Мечелинка проходила успешно, но в какой-то момент я почувствовал не самое приятное ощущение в животе. Я ненадолго удалюсь. Стоп, а тут туалет упоминается где? Я бежал через коридор, стараясь успеть вовремя. Ну, момент, когда я бежал мимо лестницы... ...бразался звук, после которого все погрузилось во тьму. Хм. Странно. Что такое произошло? Что такое? У нас ФСБ напала. Эй! Вы слышали этот звук? Да, я слышал. Скорее идем, чтобы смотреть. Я-Я-Риклава поспешили. А, типа Макс, да? Я-Я-Риклава поспешили в сторону, откуда раздался звук. Что здесь произошло? Не, жили кого-то убили. Быстрее, на второй этаж! Кто-то обосрал. Бай, ладно. Изи. Мы вошли в ближайшую комнату. Но в таком этаже бассейн. Ну, то, что мы увидели. Так. Я помню Доки Доки Диторич Клаб, когда я входил в комнату к Сайори. Поэтому я буду в нем более таким... Как-то сказать. Сейчас я буду более ожидаемым. Так. Было еще одной смертью. Да ладно! Стоп! Подождите! Витя умер! Что? Похоже, что это все-таки произошло. Ну, я ожидал кого угодно. Но Витя... Мы стояли какое-то время умолчание. Да ладно! Я вообще не ожидал, что Витю убьют! А что такое ощущение, что его воскресят? Ладно, мы стояли какое-то время умолчание. Ладно, сохраниться надо. Как же так? Почему именно Витя? Тело обнаружено! По прошествии некоторого времени начнется классное собрание. Да ладно. Ребят, а что на лестнице... О, мой бог! Почему я всегда тело нахожу? И почему он не использовал хамон? Че-то так смешно стало. А-а-а-а! Что-то вы опять раскислили! Вы что, снова забыли пока расследование? Ах, да, точное расследование! Вот-вот, не забывайте! А я здесь для того, чтобы выдать вам файл Монокумы! Удачное расследование! Мы расколи файл Монокумы, посмотрю... Так, жертвы Виталий Кормов, абсолютный лоб! Приблизительное время смерти около 8-9 часов вечера. Тело бы найдено в гассейне. Смерть была не мгновенной. Не хочу флексить своим умом, но я уже нашёл здесь важную подсказку. Опять он за свою. Уинька, файл Монокумы! Я думаю, наследователь все расследования по порядку. Верно, идём осмотрим лестницу. Мы пришли к лестнице. Это на Крофити? Крофити! Да, наверняка это Крофити. Значит, здесь на него напали. А может даже убили. Да, в этом есть смысл. Оли, косяк, кровь и лестницы! Я буду так тебе так говорить, да? Я ничего не понимаю. Я предлагаю вытащить его Витти из воды. Возможно, на нём остались осколки или что-то того. Тогда идём. Продолжайте без меня. Я не хочу этого больше видеть. Мы недавно аниме смотрели! Вот что беспокоюсь я за что. Ну и Лава, конечно, с этим своего убежала. Со слезами. Скорее. Мы пришли в бассейн, чтобы исследовать место преступления. Мы с Джозефом вытащим из воды тела по 30 секундам. Ярик и Джозеф пытаются через палку заставить Витю поплыть поближе. Подождите. Ярик и Джозеф пытаются через палку заставить Витю поплыть поближе. Мне уже хотел помочь им, нырнув в воду, но забитил кое-что странное. Тот шкаф в дальней части бассейна. Может быть, там что-то есть? Я открыл шкаф и нашёл верёвку, оборванную местами. Я положу её около боксика, чтобы показать остальным. Сколько времени тело вытащили? Так. Да что это? Книга? Мы нашли эту книгу Витя по футболке. Горе от ума. Помнится, мы такое читали недавно. Улика, книга о горе от ума. Эту верёвку я нашёл в шкафу. Очень странно, верёвка местами оборвана. Как будто тащили что-то очень тяжёлое. Улика, шкаф! Улика оборванной верёвкой. Так, кроме книги Витя по футболке, мы увидим, что ничего при себе не было. Хм, я сполстался так же. Я думаю, тело не даст никаких поскакриться, как он был в воде. Явно хоронения у него нет. Закончил смоток, мы собирались пойти как друг. Так вот, кто умер. Так я и думаю. Ну, кое-что здесь странно. Витя был способен на использование Хамона, но при этом его теле я не чувствую ни единого Джоуя Хамона. Думаю, следует это запомнить. Показание Дин. Значит, он странно как-то говорит, почему-то. Ладно, мы здесь уже всё расследовали, нам пора. Останься лишь спортзал. Мы спустились по лестнице на первый этаж и прошли спортзал. Не похоже, что здесь что-либо подозрительное. Не похоже, что здесь есть что-либо подозрительное. О, Ярик, Джозеф, рада вас видеть. Ай, ой. Я как раз хотел вам сказать, похоже, что в Коле было слабительное, и убийца использовала это, чтобы подставить кого-то. Значит, тем самым убийца хотел предоставить себе алиби. Похоже, что в Коле было слабительное, убийца использовала это, чтобы подставить кого-то. Значит, тем самым убийца хотел предоставить себе алиби. Нет, он хотел подставить кого-то. У меня как раз по этой причине не было на дискотеке момент убийства. Что мне делать? Ничего, как только предоставим, нужно доказательство, убедимся, что это не то. Спасибо, я рада это слышать. Значит, Коле было слабительное. Ну, его запомните. Вот это показание славы. Вы уже видели тело? Вообще неожиданно, что Витя умер. Вы уже видели тело? Убийство. Опять убийство повторяется. Александра, ты была на кухне, может... Ты помнишь на это зрительное? А знаешь, если так подумать... Я помню. Я за того года убийства видел, как Зио пришел на первый этаж, после чего пошел обратно на второй. Мне это показалось подозрительно, но я не думаю, что это важная информация. Понятно. Улика показания Александра. Надо пойти еще, проявляйте, куда вот там что-то важное. Блин, интересно начинается. Блин, только заметил, Александра сейчас ноги. Похоже, что все основные улики были найдены. Так, давайте же начнем. Пришло время для долгожданного классного собрания. Итак, прошу вас пройти к закрытой красной двери, которую до сих пор ни разу не видели. Йоху, увидимся скоро. Подождите, какая красная дверь, которую мы не видели. Там точно написано? А, ну не видели, да. Я думал, тоже в место пойдем. Вот так всегда. Хочешь дальше изучать место преступления? А тебе не дают. Олик слишком мало. Ну, я не знаю, кто мог бы быть преступником. Ну, ничего. Может, остальные что-то придумают. Мы собрались у... Мы собрались у классной двери. Блин, блядь, да что это такое? Мы собрались у красной двери и спустились на лифте вниз. Именно так и началось классное собрание. В результате, которое мы должны выяснить, кто убил Витю. Путин! Да? Мы сели на листа, на которых были обозначены наши имена. И ты сегодня тихий? Ну и что, вам хочется говорить, если хотите найти убийцу. Начнешь же классное собрание? Давайте-ка. Давайте ли вы посмотреть на все доказательства еще раз. Блин, Витю, убили вообще. Странно. Не-не-не, я помню все. Классное собрание началось. Давайте начнем с большого объяснения правил. Ваши голоса решают результаты вас собрания. Если вы выберете преступника, то только он получит наказание. А если вы выберете не того, то все вы получите бан, а преступник получит аттестат и уйдет отсюда. Да-да, это мы уже слышали. Тогда давайте же скорее найдем убийцу и покончим с этим. Мне показалось, покончим с ним. Ну, какая разница, в принципе. Ладно, может, я и был бесполезным в прошлый раз, но в этот раз я точно должен помочь следствию. Помощник. Ну, в элемент добавлены дебаты. Время дебатов вам теперь нужно следить за синими слабыми местами. Если такое слабое место появляется, то вы должны выиграть устрелочками и поддержать говорящего. Но если слабое место не связано с доказательством, или не является, то правда вы ошибетесь. Удачи! Дебаты! Наконец-то дебаты! Итак, выберите доказательства. Доказания дела. Да на сейши же суд! Я давно этого ждал. Это мне ничего веселого. Я буду обсудить место убийства. Я полагаю, что это место было лестницей. Ничего-ничего. У всех есть право на ошибку, но постарайся не перебивать. Перебивать, ладно. Да на сейши же суд! Я так давно этого ждал. В этом нет ничего веселого. Я полагаю, что это местом является была лестница. А может, видите, я умер в бассейне. Я, конечно, не сам на умный здесь, но тоже я понимаю, что ты не прав. Ой, все убираю. Ладно. Позаим дело. Да начнется 600! Я так давно этого ждал. В этом нет ничего веселого. Я предлагаю обсудить место убийства. Я полагаю, что место убийства была лестница. А может, видите, я умер в бассейне? Нет. Думаю, что других вариантов нет. А я что-то упустили. Теперь я убью стакан. Так. Не совсем так. В файле Монокума сказано, что смерть не была мгновенной. Кстати, да! Я чуть об этом уже забыл. Да! В файле Монокума сказано, что смерть не была мгновенной. А значит, ведь он не мог быть убить тарелкой или стаканом. Так, не мог! Какой же кровь на полу. Возможно, что так действительно был, но это туда не был смертельный. Если у давней причины смерти, то тогда умер Витя. Веревка. Его повесили. Я не знаю, что за... Подождите. Вы видите доказательства? Книга, говоря, там... Может, Витя ударили несколько раз? А может, его убили с помощью Хамона? В любом случае, очень-очень странно, что вы вообще убили. Мне кажется, что Витя мог бы с этого номер. Не стогматься, пожалуйста, не мешайте делать. Ваша ловитая, если что, не будет. Стоп, 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 но... Обоганная веревка. Может, Витя ударили несколько раз? А может, его убили с помощью Хамона? В любом случае, очень-очень странно, что я его вообще убили. Мне кажется, что Витя могло стать плохо, и он умрет. Ты ж меня извини, но это уже полный бред. Разве не очевидно, что его задушили? Тихо! Да, Броня прав. Витя действительно, скорее всего, задушили. И доказательство этому, оборонная веревка. А не пойти, габаба, сударь, нафиг! Как вы опять это как-то задрал уже, честно! То тогда, блин, наследствие, когда Лену убили, то теперь это... Какой же бред! Как кто-либо мог задушить его веревкой? Что в тот раз, что вы этот... А, да, конечно, ё-моё. Что, опять, опять с ним кто-то будет спорить? Давайте поспорим! Хоть бы он сдох в следующий раз, задрал уже. Витя бы увидел нападение... Стоп, что? Ещё раз. Витя бы увидел нападение и отразил. Не так уж и просто... Не так уж и просто ударить человека так, чтобы он потерял сознание. А значит, что он умер от удара и погиб... Блин, да что? А значит, что он умер от удара и погиб от кровоизоляции. К тому же, он владеет хамоном. А значит, он мог быть оттуда... Так, клей, подождите, стоп! Витя бы увидел нападение и отразил. Не так уж и просто ударить человека так, чтобы он потерял сознание. А значит, что умер он оттуда и погиб от из-за самой зоны. Ну, его задушили, типа. Я говорю, да! Витя бы увидел нападение и отразил. К тому же и... Эвелин, подождите. Не так уж и просто ударить человека так, чтобы он потерял сознание. А значит, что он умер от удара и погиб от кровоизоляции. К тому же, он владеет хамоном. А значит, он мог бы отдать отпор. И вот поэтому ты не прав. Ладно. Витя бы увидел нападение и отразил. Так он просто ударить человека, потеряет сознание. А значит, что он умер от удара и погиб отanza. Её похоже, и поводает хамоном. А если он владеет хамоном, то почему тогда он не смог дать хэть хора. Точно, я понял. Доказательство. Показание дилу. Витя бы увидел нападение и отразил. Не так уж и просто ударить человека. Да, значит, он умер от удара, когда он водит хамоном. Значит, он мог дать отвор. Давай ещё раз. Пассейн, у меня есть этому доказательство. Не, правдило? А, я здесь причём? Помнишь, во время расследования у пассейна ты говоришь, что в силе не было хамона? Может, ты помнишь, а чего в этом такого жилом? А то, что хамон — это техника дыхания. А значит, в пересмехе Витя перестал дышать. Ничего себе, я впечатлён. Ну, как бы, выходит, что... А значит, в пересмехе Витя перестал дышать. Ничего себе, я впечатлён. Но, тем не менее, если Витю действительно задушили, то где и как? Каким образом Витя оказался на втором этаже? Именно. А ещё, ну, непонятно, причастна ли вообще верёвка к преступлению. Может быть, Витя утонул в бассейне? Да, вопросов ещё много. Я даже не знаю, как на них ответить. Опять дебаты. Здесь меня никто перебивать уже не будет. Заколебали. Он берёте доказательства. А бога на вилку показал шкаф книгу. Книга горя тома. Я так понимаю, что Витя убили на лестнице. Нет, такого не может быть, ведь перенести... А вот и нет! Стоп, подождите, что? Нет, такого не может быть, ведь перенести тело было невозможно. А вот и нет! А вот и нет, перенести тело было вполне возможно. Кто-нибудь очень сильно может бы поднять и перенести тело Витя в бассейн? А какой чёрт, она всё делает из-за меня? Разве не я один преступление разгадываю? В этот раз я точно скажу, что аркумент спорен. Я не бесполезен. Дебаты. Опять? А что теперь высказать-то надо? Выберите доказательства. Показания Александра. Меня волнует кое-что другое. Если преступник перетащил Витю в бассейн, то куда он потом делся? Испарился? Я думаю, что убийца замаскировалась со среди на своем расследовании. Тогда нет способа отличить его от стены. Ещё рано праниковать, может, убийца там вообще не было? Покажи, что он эту тайну не разгадывает. А что-то пустил, но давайте сейчас ещё раз. Объектный шкаф! Да. Я знаю, куда мог спрятаться убийца. И тем местом был шкаф! Пока мы расследовали место преступления, преступник прятался в шкафу, стоящем около бассейна. А когда мы ушли к лестнице, преступник вылез и присоединяйся к расследованию. Ну подождите, преступник, ну... Ну а ты не видел шкафу, что ли, уходит? Так вот оно как. Теперь, когда нам известны все обстоятельства убийства, нам необходимо объяснить личность преступника. Личность преступника? Что же может указать на личность преступника? Дебаты. Опять дебаты и Путины. Уберите доказательства. Ну я книгу... У нас есть доказательства, когда указают на личность убийства. Может веревка? Кстати, вы не знаете, что есть веревки? Убийца даже не оставила никакие пули. Не оставила. Нет, все-таки убийца оставила одну лику. В момент убийства преступника наверняка была при себе книжка. Это ты! Это ты, сучка, хаван! Все, я раскусил момент убий... И все. В момент убийства преступника наверняка была при себе книга. А именно горе от ума. А поскольку библиотеку никто не мог пройти... Значит, ты подозреваешь меня? Ну, это лишь предположение. Вдруг еще кто-то не мог пройти в библиотеку. Ты только что оскорбил меня. Меня, Дио! Ты сейчас за это ответишь. Дыхание хамона. Ух ты, бля. Тихо. Драка будет сейчас. Муда? Ну, да, муда! Мau-нюю-нюю. Бесполезно. Сделай должен я заткнеть. Мне не учиться сделать. Атаки делать слишком быстро. Точно сложно сделать это еще раз. Так. Так, стоп, еще раз. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хе-хе, мудам, 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 мудам! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да! Нате, похрену! дело не смысла больше это скрывать тем более у меня есть еще одного того доказательства александр видимо как и поднимается наверх незадолго до вечеринки так это стране это вагонин я никуда не спускался и из библиотеки не выходил ну как же не может и там просто сидеть у меня есть доказательства невинности дело доказательства до того как дело приватизировал библиотеку я славяю александр разошли взять свету по книге а значит скорее всего книгу взял кто-то из них и настроил на месте преступления теперь все стоит на свои места чей-то подразумеваемых один из них убийцы но кто именно до александра тогда выходит верно вывести доказательства или как бы вы получили совершенствую оправдание без от очень я же говорю помогал время суда может не не было в этом вечере генгинат не я что прожить убийца точнее я же он так помогут же он так помогла во время суда может меня не было в этот момент вечеринки но это не я что я могу сказать я сидел на кухне ничего не видела я думаю к этому моменту понятно что из библиотеки я не выходил меня может даже чтобы что у меня можете даже не подозревать я был на вечеринке любое это подтвердит пишите упустили надо будет понимать тихо значит ты была на кухне ведь так ну да что с этим не так а то что если ты была на кухне ты так тут и только это я думала как она могла видеть типа через столовку уходила на а то что если ты была на кухне только ты могла добавить слабительное в напитки ничего подобного ни в какую колу ослабительное не добавляла вот ты попалась он стал макс про что ты все еще не поняла дел про кого я ничего не говорил ничего подобного дедушкали на меня спасет что она все еще не хочет признаться тогда придется и заставить дыхание хамона давайте-ка да ну-ну-ну интересно давай букжай ты меня бесишь ненавижу ты идиот дедушкали на меня спасет меня спасет абсолютно коммунизм ну а это коммунизма абсолютно коммунизм нет а чё так сложно оставьте меня от живых нужно революции ты меня бесишь а потом дальше пойдет ай сильное дыхание идиот идиот тренер машина используется заткнись музыка прикольно под эту музыку так 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 выглядит как терминатор блин и он заработка советских ученых александра ты меня весит так я абсолютно коммунизм абсолютно коммунизм буржазия ненавижу так ты меня бесишь тихо 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 отшлёпаем блин назад я я хотела нажарились не чувствую но ты попалась я думаю нет смысла это больше отрицать ты взяла книгу ты была на кухне и думаю нет смысла это больше отрицать я знала что этот план сработает александр зачем тебе что не нравилась наша компания поэтому ты хотел уйти нет вашей компании я не против убийство совершилась за мотива на куму на на куму как только монакума бил что я активист коммунистической диалоги и вздрогнула а ну да миссис хеллен уже буржуазист и после этого миссис хеллен стала избегать меня александра я была не против твоей диалоги тебе лишь показалось что я избегала тебя к сожалению наше время общество демократическое поэтому я не могу отвергнуть тебя из-за твоих из-за твоих демократических предпочтений сушить это от нее как-то даже странно это не единственная причина к тому же я поняла что с необычными людьми вроде вас никакого коммунистического общества не создать поэтому я пыталась выбраться отсюда чтобы вернуться к своим любимым политическим деятелям вступить в партию но похоже что мои надежды не оправдались я никогда больше не виду не увижу дедушку ленина вообще интересно так знать вообще интересно так осознавать вот это вот все что это разные меры типу как бы как это сказать блин серьезно тип они подождите я я что-то не пойму александра выходит прислуга она из прошлого она как бы попала сюда по приглашение из другого мира выходит что ли я насколько я понял потому что говорила про новую революцию она говорит что я никогда больше не вижу дедушка ленина то лишь выходит она хотела его видеть то лишь он тогда был еще жив тогда правило демократическое общество а я понял 1 я никогда больше не вижу дедушку ленина к твоим среди моим он мой брат да ладно видимо ты с ним часто виделась поэтому тебя и появилась идея коммунизма ты можешь не бояться за него он давно мертв правда таком случае так даже лучше подождите еще больше запутался александра это явно персонажи вот поймите образа аристократические тому подобное то бишь это что-то из прошлого взял монакума и так понял александру из прошлого сюда но потому что иначе что-то я не могу катая логически объяснить александра и хелон из прошлого так александра не знала то что он умер и там демократический режим что-то как-то странно выходит в таком даже случае так даже лучше я наконец могу вернуться к нему к моему любимому любимому я хочу приглашать ваш душевный разговор на пока что пришло время для голосования воспользоваться рычагом на вашей панели пока после того кого считаете убийцей но немного нелогически что-то и все сходится типа у нас сейчас как бы 20 типа они из прошлого же в итоге до из параллельного мира наверное наверное александра и хелон очистку губева и как бы там все по-другому не дольше ну чё прощай александра был используя с рычагом и проголосовали и так похоже что мы угадали убийца действительно у александра абсолютная прислуга а теперь пришло время для казни дедушка ленин мы снова встретимся до свидания до новых встреч прошу десять секунд траур десять секунд за которых александра не стала конец глава 2 глава 3 дни новых открытий ладно дорогие друзья это уже следующие серии блин вот честно интересно все становится осталось пройти только три главы и как бы уже закончится и так насчет того что александра была убийцей вообще логично выходит то что горя тумана взяла книжку хотя хелон предполагал но если путин сказал это славя он и александра в общем зашли в библиотеку и взяли книпа книжки почему делала там книжка без понятия а наверно может она читала на кухне хотя ладно так уж и быть интересно на самом деле сюжетная линия уже дальше идет и мне даже нравится как-то немного даже жаль александра теперь у глава будет наверное готовить борщи там тому подобное мы будем играть за макс это понял ладно если мы играем за макс это хамоном мы будем владеть интересно очень функция если честно в игре за это создатели спасибо всем удачи всем пока подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео играйте в новеллу данжен амфу а также сократим мою новеллу под названием последний поцелуй уходящего года всем удачи всем пока в следующей серии мы узнаем кто же убийца и узнаем новые приключения в этой японской академии под названием пика надежды всем удачи всем пока